Беларусь уход карынного перолома в Великой Айчиной войне. Сегодня у Гомеля проходит международная навыково-практичная конференция. Историчный форум присвятили 75-е годовение початку вызволения Гомеля. У делу им принимают навыковцы с Беларуси, России, Армении и Азербайджана. Вызволение беларуских территорий началось в листопаде 1943 с Гомельской речицкой операции. До солдат червонной армии долучились 10 тысяч партизан и подпольщиков. Многие из них пополнили роды военных и отправились вызволять иншие охарады и везки. Гомель фашисты омаль знищили. Тут засталось и у себя хоть 10% от довоенной колькости насельництва. В разборанном городе почалась титаничная праца подновлений господарки. Именно в Гомель переехало затем из эвакуации и правительство БССР. Все государственные структуры находились до того, когда в 1944 году уже был освобожден Минск. Поэтому, безусловно, это место знаковое. Естественно, не случайно мы выбрали его для проведения первого мероприятия, в целом цикле мероприятий, которые мы будем проводить, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подчас конференции навыковцы-гисторики обмерковывают падеи, что отбывались на Гомельщине. Гитлеровский оккупационный режим, историю партизанского руха и подполя, военные деяния. Областная библиотека имя Ленина, где проводится конференция, военные годы так само потерпела. Некранутой засталась только каштовная частка фонда, которую свочасово вывезли. Сегодня, упадяку за теплый прием, историки привезли широк сучасных историчных выданий и передали удар библиотеки. Это подборка исторической литературы, новых изданий, как нашего института, так и наших коллег, совместные результаты нашей работы. Конференция одноденная. На ЕЕ ускладывают великие надеи по умоцованию навыкового супрационництва до следчиков из разных краин и захований историчной памяти.